Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Много интересных моментов Посмотрим как пойдет Да, кстати, вот эта вот тема То, что сейчас не в руке Нет, на самом деле ок Не знаю, почему Но принято не показывать Серени номера Не буду этого делать Да, два хлястика у нас Кстати говоря Не знаю Раз уж такое дело Так, да Что хотел показать На самом деле Цвет, кстати, необычный Вот из 12 серии Из 12 серии Вот так вот Видел Различается цвет на самом деле А так называется синий Так, 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 что хотел так А, да, давайте все, надо посмотреть сколько заряда, сколько чего Ну во-первых, практичная вещь, что мы из этого вообще хотим посмотреть Что вообще хотим понять Ну да, здесь уже все видели распаковки и краш-тесты Под воду я вот еще не видел окунание его Есть мнение, что из-за структуры вот этого сейчас перенесенного динамика вверх Это более стойкая штука стала Напомню, раньше был довольно чувствительный комплекс датчиков вот этих Которые к Face ID относятся, то есть они были довольно чувствительны к воде Сейчас структура поменялась вот этой штуке Сейчас сам динамик он идет в телефоне, то есть он не относится к верхней части, к дисплею И как-то, ну вроде как должно быть более надежно Так, включаем, я вот думаю лишь бы был заряд Так, это нам ничего не надо О, практически заряжено, да, окей Так, да, сейчас что сделаем Активируем устройство, сделаем некие настройки, которые, кстати, будут интересны То есть как, ну да, телефон сейчас будет погружен в воду Как брать трубку, соответственно, когда идет звонок Есть способ, как брать трубку, это есть автоматическая настройка по этому поводу Сделаю еще небольшие, так сказать, ну такие То есть у меня нету задачи его на самом деле утопить, но будет интересно, что с ним пойдет да как Да, соответственно, какие настройки сейчас сделаем Получается, нам нужно, чтобы он автоматически снимал трубку Отключить все вибрации, вообще все возможные, чтобы у нас он не колыхался Так, это мы сейчас сделаем Так, собственно, да, кстати говоря, такой интересный момент Сейчас вот эти множественные настройки, они так глубоко, но здесь вообще по наитию просто берем в поиске в настройках Пишем, что это у нас, автоответ по-русски И вот он так и есть, автоответ на вызову Так, 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 здесь делаем источник звука Да, я сделаю еще такой хитрый момент, чтобы вот, как сказал, даже кто там позвонит под воду И будет вот этот идти диалог, чтобы не колебались у нас динамики Я сделаю вывод на гарнитуру, соответственно, на наушнички И у нас будет звук туда идти, чтобы телефон просто находился в покое, так сказать Так, делаем вот так Так, автоответ на вызову включен Да, ну и пусть будет, ну давайте, 2 секунды 2 секунды, и он автоматически будет брать трубку Так, вот так, вот так Так, теперь вибрэйшны Это выстройка звука Да, отключаем вот так Звук вот так Так, еще есть потаенные вибрэйшны, это чтобы вообще вибратор отключить Так, 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 опять же в поиске вибрация Чик, пик, вот так вот Так, теперь надо законнектить вот это дело А, давайте, да, вставим сим-карту, FaceTime надо активировать Ну и да, у нас 5 минут до обозначенного времени И как раз таки к этому времени мы его погружаем под вор Да, вот, кстати, вот этот момент опять же, да Здесь вот сим-лоток физический, все окей На нем резиночка есть такая прокладка Здесь прямое технологическое отверстие прямо внутрь телефона Но это должно работать у нас доподлинно точно довольно хорошо Так, поплотнее закрыл, достаточно Кстати, как-то кто-то писал, очень сильно переживал, что новый телефон купил Распечатывал и сим-лоток там как-то неаккуратно был открыт Потом неаккуратно закрыт, и очень люди переживали, что он был оставлен какое-то время с крыдом сим-лотком Что не налетело ни туда чего Ну вот сейчас вы увидите, что это, я так понимаю, что не особо страшно на самом деле Так, так-так-так, да, FaceTime, окей Так, это нам не надо Так, да, наушники Раз, два Раз, два Раз, два Так, да, ребята, я поставил сим-карту, давайте пробный звоночек кто-нибудь, сделайте, пожалуйста О, есть Вот так должно быть, вот так О, спасибо Спасибо, кто вы у меня были Да, и вот сейчас я как раз это все дело отключил Так, 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 давайте врубаем Да, спасибо большое Так, работает, да, вроде как Так, все, давайте погружаем Да, приставим активен, все окей Так, сейчас что делаем Так, 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 переключаемся вот сюда Так, это у нас колба Погружаем Так, вот так Ребята, FaceTime, FaceTime Так, заливаем Так, сейчас поправим Опа, пузырь пошел какой-то Хороший Так, вам привет Ну все Как видно? Как связь? Как вообще? Как сами? Привет, привет Вообще Отлично Нормально? Ну все, хорошо Так, что-то там какой-то пузырь И спустил телефон Так, окей Так, и да, друзья, давайте Я не знаю, какие-нибудь вопросы там Пишите и обсудим вообще тему интересную Всякие разные Я думаю, вопросы есть по этому телефону Так, 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 так Что там у нас? Есть ли смысл у меня телефон 11 на 13 про Или взять 12 про макс? Нет, вот тут вообще Что касаемо 13 про Вообще однозначно есть смысл Насколько надежен 13 про по сравнению с XR? Ну, на самом деле Как бы по надежности XR-ка считаю, что вот из современной линейки Это где уже телефон и с FACD Это все-таки более надежное устройство Там не раз говорили Даже из-за самой платы И вообще Даже, ну сравнивать тут Историю там Просто даже один из того Где вот многоэтажная плата И XR-ка где одноэтажная XR-ка выживает В большинстве случаев на самом деле Это, ну, вот как есть на самом деле XR-ка более живучий аппарат Это точно Я бы взял XR-ку на самом деле Да, спасибо за вопрос Взял бы я XR-ку на самом деле Потому что, ну Вот из предыдущего вопроса Это более надежная штука Которая послужит еще на самом деле Более продолжительное время Спасибо за такой контент Удачи во всем И процветания тебе и твоему каналу Ты большой молодец Что думаешь о 13 про макс? Поменял 12 про макс на 13 про макс Я очень доволен Да что думаю Блин Любая топовая вещь Это вообще как бы Я и говорю Что вы даже сами довольны Потому что, ну Это вообще Даже простейший Синематик мод Вот это взять новый Как бы не простейший А вот эту новую функцию Еще из-за которой Даже стоит просто посмотреть Даже если он не нужны камеры Это просто вещь топовая Да, по XR-ке ответил Что на самом деле Выбрал бы лучше XR-ку Нежели один Но у меня просто такая Точка зрения на эти вещи Она как бы практичная Расскажите Где и как приобретали телефон И еще сегодня Прочитал новость Что по ставке Много партия Ожидается только в ноябре Что можешь сказать По этому поводу Канала удачи Спасибо вам за вопрос Иван, да Так на самом деле Покупал уже несколько Последних девайсов Покупал в официальном приложении App Store Через телефон Через свою учетную запись Там без проблем вообще То есть приобретаешь Доставкой привозят Куда там Куда надо Куда угодно Все Нет проблем Ну подождать Там это же всегда Не горит Такие вещи Тем более дорогие Должна быть осознанная покупка И торопиться Здесь абсолютно некуда Да, покупать через приложение На самом деле Там все вообще Полноценно оформляется Любые продукты Аксессуары Там все что необходимо Все что нужно Можно вообще приобрести Насчет дефицита Не знаю Это сейчас Да, это глобальная тема Она уже идет давно Давно началась Вот даже по тем же запчастям Я показывал Что у нас есть этот дефицит Он такой медленный Такой, но постоянный И вот как бы вот Дело текущее такое на самом деле Вот уж лучше было Там допустим нету И надо что-то с этим делать А то он раз там По чуть-чуть По чуть-чуть И вроде там много не возьмешь Потому что цена из-за дефицита растет То есть не можешь Большим количеством затариться Теми же деталями Вот этим всем Потому что вдруг завтра это пройдет И цена там вниз пойдет Ну и вот как-то вот такой вот Такие ситуации Они очень на самом деле Не простые Тяжелые По телефону цена вверх Не пойдет наверняка точно Как бы выше уже некуда вообще На самом деле дефицит есть Да, покупают люди телефоны Довольно активно В основном версии Pro А почему это могу судить? Потому что Ну вот и стекла Заполучили Там китайская промышленность Подшевелилась Заполучили стекла И довольно активно мы их клеим То есть там подходит По несколько человек в день И это в основном Вот тренажки Еще даже вот не держал Вот этот первый телефон Который тренажки лежал в руках Потому что в основном Прошки-прошки идут Pro Max Pro И вот это все На самом деле да Вот 13 просто Его как бы менять Вот на то чтобы то ни было Предыдущие Если у вас есть допустим 11 Либо что-то Это как бы сила на мыло А вот и на версия Pro Это как бы крутая штука на самом деле Здравствуй Сижу на семерке Хочу в ближайшее время Что стоит Двенец и про Или 13 И в чем между ними разница Спасибо за это Ну вообще Да вот вопрос Если кто переходит Вот со старыми на модели Это вопрос На самом деле хороший Там разница по цене получается Как я понимаю На тысяч 15-20 Да вот с обновления Семерки на вот это дело Разница очень большая Это к вопросу про 12 Pro А ну да Разница в экране Преописела А мне и покажи Что с счастьем После ремонта Я давно не говорила Я вот жду новый лайк Будешь брать Да спасибо Денис Вот человек пишет То что разница между 12 Pro и 13 Это очевидно Это в экране да То что вот это герцовка новая Все вот это На самом деле да Экран это штука такая Вот я как говорю Вот эти экраны Высокой Я как контрастный И блин глаза выжигают И вот эта чистота Обновления экрана Она как бы хорошая Да опять же Кто переходит вот с семерки Ну на самом деле Лучше переплатить И взять уже более топовый девайс Опять же может быть Если двенашка будет По какой-то 12 Pro По какой-то скидочной цене Хорошей То может быть даже Ну все такое Это индивидуально Если вы запланировали На флагманское девайс Переключиться Здесь стоит как бы Изыскать моменты такие Ну может быть Финансовые Какие-то хорошие Сцены там Либо что-то такое Как-то по цене Если это получится Такой гэп сделать Хороший То может быть 12 Pro Я вот сколько с ним ходил Сейчас скажу 12 минимум Вообще Минька вот Минька формат Очень раз кстати Что в 13 серии Продлили А вот эту Миньку линейки Ну на самом деле Хороший девайс По размеру Очень классно Боялся что будет Со зрением Как бы читать Это мелко Но нет хороших Пока нарекания Все понимают Слышал Что в 13 метрах Уже нельзя Будет поменять Экран на неоригинал Типа Если поставить Неоригинал То не будет Работать Как опыт использования Миньки Крепкого здоровья Спасибо большое Доброжелатель Да Вот 13 Я думаю Сейчас вопрос Мы расстроим Интересная информация Потому что там Со сменой грамм Сообщения Смс Очень хорошо видно Могут люди Что-то зарегать Отключи Хватили Да что там Кто там Что зарегает Какие смс Мне кажется нормально все Просто сейчас Когда волна спадет От этих звонков Мне кажется Там нормально будет Да По тому По вопросу То что у нас Получается Тренажка Вот это Мы сейчас Передем К интересной теме Сейчас Раскроем Тринадцатый Телефон Флагманский Вот это Давно идет История То что Эпл Началась Эта история С XR То что Эпл Потихоньку Закручивают Гайки Вот этих Таких Сторонних Сервисов Ну так скажем То есть Сначала Было сообщение На батарейке Потом В 11 Телефоне Сообщение Об экране Сейчас У нас Получается В 12 Сообщение О замененной Камере И вот Тринашка Выходит Простой Перестановка Экрана Мы получаем Нерабочий Сейчас Объясню Стопчик Чему там Есть Момент И чем подумать Привет Андрюх Было удивлен Что у нас Вверх Есть Такие Классные Спец Мой вопрос Следующий Единственный Почему Неберлайкон Нет записи Звонков Что с этим Можно сделать Кроме Второй Человек Приветствую Вас Человек Не приобретает Айфон Потому что Видимо Нужна Функция Записи Звонков Ну да У Apple Такая Политика Что Вот Эти Все Вещи Без Согласия Другого Пользователя Это Как бы Такое Нарушение Ну Вообще Возможно Какие Нарушения Видимо Не знаю Приложение Да Нету Под Эту Тему Если Только Там Не рассматривать Эти Темные Темы Так Скажем Не знаю По роду Деятельности Вам Как Вопрос Этот Не знаю Тут Не подскажу Вам По Моему Нету На Как На Светлой Решение Проблем Так Да Говорю По 13 Телефон Призамен Экрана Сейчас Объективно Нельзя Вот Это Точно Там Замена Экрана Сторонних Сервисов Нет Объективно Нельзя Да Многие Западные Блогеры Показали Эту Тему Но Все Это Делается Простой Перестановка Экрана Понятно Что Они Переносит Датчики Которые Относят К работе Но Да Фейс Не Работает Нельзя Это Подлинно Точно Сказать Потому Как Даже Элементарно Не Переписывают Данные С Экрана Одного На Другой Да 12 Серии Мы Переписываете Данные Они Переписываются Но Не Переносится Опционал Трутон То есть Я думаю Здесь Как раз Такие Потери Национала Или Не 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 Попробуй Уверен Пока Не Попробуй Переписать А Дик Только Китай Познений Денис Да Приветствую Еще раз Да Спасибо Вам Большое Так Приятно Сейчас Так Собственно Часы После Ремонта Они У меня Уже Служат Уже Год Я Не Знаю Сколько Прошло Времени Даже Больше Может И Все Окей С ними Вообще Проблем Нет У меня Тут Стекло Сейчас Начало Отходить Кстати Не меня Вообще Единственный Раз Поклеил Трещина Подним Немножко Начинает Когда Водичка Попадает Вот сейчас Опять Залазил В эту Воду С банку Намочил Там Скорее Что Будет Пузыриться Надо Будет Стекло Память Седьмой Нет Кстати Почему Я По Не Загорелся Все Ждали Как Все Обломались Как Все Забыли Про Это Когда Был Вот Строгий Дизайн Все Ожидали То Если Был Было Прикольно Но Это Скругление Очередное Не особо Большой Разницы Нет Пока Не горю Желание Брать Ну Будет Там Посмотрим Так Конечно Интересно Интересно Стоит Точки Зрения Что Вот Опять У нас Такой Профессиональный Интерес Как И Область Область Опро Которая Перезаписана Является В телефон Дислей Вот Когда Это Сделаем И Не Заработает Вот Тогда Будут Китайские Люди Думать Да Приветствую Вас Скорее Чего Эта История Была По Часикам Потому Что Само По Себе Этот Не Может Пропасть Надо Это Смотреть На Сам Дели Может Были Ударены Может Моченые Может Что Так Просто Это Не Сделать Нет Я Вот Не Про Это Доброжел Логичный Вопрос Трутон Да Не Восстанавливается Ему Все Такие На 12 Серия Он Не Восстанавливался Номера Переписывались Это Было Доподлинно Точно Видно Они Все Переписываются Переносятся И Это Изменится С Обновлением Потому Что Apple Она Потихоньку Закручивает Гайки Расширяет Спектр Своих Возможностей Год От Года Она Просто Свои Сервисы На самом деле Расширяет Гражды Больше Возможности Вы Видели По Видео Как Меняется Сейчас Как Это Корпус Заднее Стекло По сути Это Задняя Система Целиком Практически Задняя Часть Да Вот Об этом Говорю Что То есть Сейчас Паниковать Не Нужно Да Apple Вот Это Все Заворачивает Гайки Но Заинтересованы Ли Они Сами В Эм Здесь Большой Вопрос То есть Представьте Если Люди По всему Миру Были Эти истории Помню Была история Начиная 6s Это Первый раз Случилось Когда Бац Выходит Обновление И То есть Да Понятно Что Официальные Возможности Они Довольно Дорогостоящие Сторонние Возможности Они Дешевле Но Если Это Будет Потеря Функционала Тут Стоит Задуматься Тем Штука Которую С Покупкой 13 Телефона 13 Серии Лучше На самом деле Приобрести Если У вас Есть Такое Что 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 Происходит На самом деле Какая Эксплуатация Экстремальные Виды Спорта Присуще Или еще Что Эпл Кэр Плаз Позволяет До Двух Событий В год По Замене Устройства По Замене Устройства По Части Замене Устройства Допустим Разбили Экран Если У вас Куплен Это Как Здесь Эпл Забота Это Страховка Просто Это Страховка По Сути То есть Вы Берете Это К Своему Телефону Приобретаете Эту Вещь Этот Продукт Получается И До Двух Историй Вы В год Можете Обслужить По Этой Программе Сейчас Расскажу Подробнее Да Вот Эпл Кэр Плаз Здесь Рассказываю Эту Программа Запущена Я Почитал Первый Раз Прочитал Талмуд Лицензионное Соглашение Это Нереальная Штука В том Плане Что Да Там Юридически Все Сформулировано Нету Однозначного Выражения Что Разбили Экран Но На самом деле Программа Рабочая Я не знал Что она У нас Только Сейчас Появилась Либо Она Была Но Сейчас Надо Подно Точно Действовать Начиная С Замена Экрана Обращайтесь Вам Меняют Экран Доплачивайте По моему Две Тысяч Рублей Еще Плюс К этой Страховке Ну За Вот Это Действие Математика Здесь Логичная И вам Просто Компания Меняет Экран Там Очень Такие Описания Идут Что Допустим Если Если Пошоркан Корпус Но Это Не мешает Работе Устройство И Все Функции Функционируют Непосредственно Нету То есть 21 Плюс 7 Как я Понял Вот Так Это Работает И Получается До Двух Ивентов До Двух Случаев Год Это Позволяет По Таким Обращениям Как Были На самом деле Это Очень Классная Тема И Здесь Я Не Пилю Сух На Все Нормально Если Какой То Произошло Такой Неприятность То Соответственно Эпл Обслужив Там Даже Более Еще Подробно Расписано По Батарейки То Есть Там Первый Ну И Вот На Сам Деле Не Стоит Расстраиваться Кто Допустим Купил И Сейчас Такой Задумается А На Сам Деле Хорошая вещь И В Контексте Вот Эти Событий То Что Нельзя Полноценно Восстановить Устройство В сторонних Сервисов Даже Если Понимаете Мы Снимем Сного Телефона Вот Как Голанскую Систем Упомянули Если будет Потеря функционала То То Практически Год Прошел Соответственно Вот Эту Программу Стоит На Сан Деле Покупать Пользоваться Ей И Она Нормальная Вообще Она Вот Опять же Такой Момент Неоднозначный Вот Допустим Приходили к нам Клеить Стекло На 13 Про Макс Девушки И По всей Логике Этого Вещи Этот продукт Очень Нужный Им Стоит Пользоваться И да Что я Говорил Кто не успел Купить С телефоном Это можно Сделать В течении 90 дней Оформить Этот Apple Plus Отдельно И Делать Это по телефону В магазинах В рознице Не знаю Можно ли Не Оформить Но Делать По телефону Это все Можно Идти на сайте В том же Магазине Либо Позвонить В техподдержку Там Это все Оформлять Не так Просто Здесь Нету Таких Да Я думаю Что там Не так Просто Оформить После Покупки Телефона Apple Да И Вот Здесь Такие Моменты Что Можно Оформить После Покупки Но Как У нас В России Это Водится И Почему На самом Дело Что Эта Программа Не Водилась У нас Все Думает Да Я сейчас Там Ну Кер Три Месяца Да То есть За Три Сделал Да Произошло И Такой Бросился Оформлять Apple Нет Так Это Не Работает На самом Деле Вернее Работает Но Там Нужно Будет Все Так Определен Проверку Пройти То есть Во-первых Как Я Возможность Не париться Ходить Без Чехла Пользоваться Наслаждаться Вообще Не Защищаться И Свободно Ся Чувствовать И Наслаждаться Продуктом Ну Произошла Там История Поменяли Там Заплатили 7000 Рублей Вам Поменяли Телефон Произошло Что-то Там Такое Непонятное Вас Компания Не бросит Потому Что Это На самом Деле Там Еще Куча Фишек По Техподдержки По всему Там Это Такие Моменты Которые Многие Задают Сюда Многие Пишут Нам Везде А Это Все Можно Писать Техподдержку Здесь Приятно Мы Общаемся В контексте Всего Происходящего Это Очень Круто Спасибо Но Вот Такие Моменты Если Что-то Происшло По Любому Моменту Я Сами Хотят Это Покупать Компания Так Вот Как Дело Не Круто Но Вы Поймите Берите И Пользуйтесь Вам Все Возможности Да Вот Еще Одна История От Дениса Получается То Что Какая Точка Не Работала Видимо И Поменяли Устройство Да 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 Ну На самом деле Есть Случай Такие Разные Истории По Этому Поводу Мы Показывали И Рассказывали Что Бывает Что Здесь Видите Человеческий фактор Все равно Присутствует Есть Отказы Необоснованные Отказы Разные Истории По Этому Поводу В плане Сервиса Я думаю Многие Могут Написать Историю Много Чем Хочу Пользоваться Конечно Хочу 13 Про Чуть Позже Его Возьму Но Минька Мне Формат Понравился Очень Минька Просто Очень Я Еще раз Выбежали Вы там Спортом Заниматься Либо Что-то На Пробежку Если Часов Недостаточно Надо Как-то Быть На Связи Либо Что-то Вот Его В карманчик Чик Он Очень Невесомый Очень Приятная Штука Нежели По отношению Сравнению С другими Лопатами Так Вопрос Суперчат Александр Нам пишет Добрый день Расскажите Как можно Приобрести Телефоны В вашем Магазине Новый Интересует Ну да Это вот та вещь Которую Я говорю Что Доброжелатель Спасибо вам Да Когда возникает Такой вопрос Вам Техподдержка Поможет Они на самом деле Очень Все эти моменты Отслеживают То есть У меня Была Проблема Видеоредакторы Что там Поменялись Тайминги Вроде бы Такая Проблема Мелочная На самом деле Но я обратился Человек Что-то там Как-то там Какую-то информацию Видимо Читал Где-то там Еще Сказал Что Да Подобные Обращения Уже Есть Они Массовые Даже Проблема Зафиксирована Через 2 дня Выходит Апдейт Программы Все это Устроено Это Вообще А вопрос Там Был Даже Вообще Вообще Мелочен Видимо Многих Это На самом деле Беспокоило Я в тот момент Хотел Там Пло Менять У меня Там Фризились Картинки Даже Было Видео По этому поводу Там Да Что Еще Хотел Сказать Получается Ну да Вот Однозначно Я не знаю Надо брать Apple Потому что Эта штука Такая Опять же Вот с этим Экраном Как пойдет История Что там Понятно Китайские люди Разворошат Либо будем Микросхему Переносить Но это Все Такое Это Как бы Уже Будет Костыли Может Это С апдейтом Даже Просто Изменится Будет Так же Как Двенашки Там Допустим Нет Трутона Пропустил Заметил Тенденцию Что При переходе С более Старого Устройства Некоторые Функции Отсутствуют Например У меня нет Сканера NFS Переходил С 7 На 11 Да Дагестанец Привет Спасибо Нет Это не функция Там Просто Это Поле Вот Это То Что В 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 У Так По вопросу Получается Да Кирилл Пишет Получается Я-то Понимаю Apple решил убить сторонние сервисы. Что скажешь про MacBook Pro и Air на M1? Есть какие-нибудь болячки? Да, про сторонние сервисы я вам сказал, что Apple не имеет такой задачи. Она вообще не смотрит на это, на землю, вот в этом плане. Но она довольно-таки понимает, что если, допустим, завтра все те люди, которым необходимо заменить батарею, пойдут в официальные сервисы, там будет очередь на годы. Официальные сервисы в том количестве, в каком они есть сейчас, они не смогут обслужить то количество людей по их потребностям, даже по замене батарейки, по простым вещам там, они не смогут обслужить. Они это наверняка как-то рассчитывают и постепенно к этому идут, но это не будет сразу переход. Поэтому здесь какой-то такой глобальной задачи нет. Есть задача развития, это очевидно, это объективно, это понятно, развитие и соответственно предоставление этих услуг в нормальной степени. В частности по батарейкам там очень такие утилизационные правила, очень серьезные Apple, там знаете, экология, все вот это, правила перевозки этих вещей, они очень серьезные. Они не смогут в том объеме, если к ним вокруг люди это сделать. Ну, я так думаю, на самом деле, думаю, что это как бы имеет место быть. То есть тут нет такой вещи, что... Но постепенно это по чуть-чуть все меняется. Все меняется на самом деле, если это поменяется как-то кардинально, мы всегда найдемся, нам будет что делать, мы будем, найдем чем заниматься. это как бы история вообще. Наоборот, интересно, это всегда развитие. Вот это куда это, что идет? Как, как это, что, как вообще? Посмотрим, это же круто вообще на самом деле. Нельзя сейчас поменять экран просто так на тренажку. Фейс не работает. Сейчас китайские люди такие, ааа, что делать? И делают. Вот китайские люди вообще, вот они вот нормальные. Ну у них, конечно, у них интерес сугубо финансовый, то есть они при всем, при вот этом таком сейчас ажиотаже, что нельзя просто поменять экран, я думаю, что они не просто планочку выпустят очередную к флешеру, но уже посерьезнее, то есть можно будет и флешер под эту тему затолкать новый. То есть тут такая вещь. Пользоваться этим. Так, так что не переживай, нормально все. Никто там, ничего, никого вообще не старается. Так, Дмитрий, Андрей, здравствуйте. Расскажите по поводу китайских зарядок. Например, скажется ли, если я буду использовать оригинальный блок, но китайский провод? Спасибо вам. Сейчас очень сильно вот эти зарядки, лучше, конечно, в идеале использовать оригинал. Провод, он всего лишь передает электрический ток, который вам формирует зарядка, но сейчас вот особенно с историей Quick Charge, вот эти умные блоки, они подают большой ток на разряженные батарейки. Здесь очень много всего влияет. То есть там идет взаимодействие самого телефона с блоком через провод. Провод, если какой-то китайский плохо, он киндает сопротивление, там, не такое. Вот это все немножко будет не так работать. Лучше, конечно, в идеале и все, что было родное. Но, по сути, провод, он просто передает вам электрический ток. Там никаких таких вещей особо в нем нет. Если уж есть там задача какой-то там запасной шнурок, там, машину бросить, смело берите какой-нибудь, ну, негалимый Китая. Более-менее бренд, никаких проблем еще. В отношении к Quick Charge, да, там лучше все-таки использовать вот, чтобы все-таки это правильно работало и бережно заряжало батарею, лучше использовать все родные материалы. Это на самом деле так. Так, Дмитрий, где я вам ответил на вопрос? Отключи автоответ, потому что он автоматически берет трубку, когда идет второй звонок. Ответь руками и положи обратно. Автоответ, да выключено! Иван, выключено, выключи! Даже что-то наоборот не включается, не знаю я, что за шайтан устройство. Сейчас в авиорежим? Нет, был в авиорежим. А, был в авиорежим? Ага. Вот шокольчик мне подсказывает тут одну тему. Так, сейчас, да, давайте посмотрим. Да, я там включал авиорежим, и он у меня не включался. Так, ожидание вызова. Так, ну я вот не могу не включить авиорежим, потому что идут звонки. Ожидание вызова. Ну он отключен. Ну вот попробовать его туда-сюда? Или что именно? Или включить? А давайте попробуем включить. Вот я включил его, да? Так, я вот сейчас попробую. Вот взялась трубка, и бац, что-то там произошло. FaceTime, FaceTime, Самсунге не надо звонить. Так, ну давайте так попробуем, не знаю. Что-то там включил, нажал. Там нормальная красота вообще. О, здравствуйте. Бац, что-то, блин, опять то же самое, я не понимаю. Только человек законнекился, и происходит непонятно. Так, Иван ответил. Так, это, а, ну, если попробую. Шикарчик есть там у тебя что-нибудь предложение? А, подожди, я сейчас включил его. Я сейчас включил. А, подожди, автор, я что авторует? Ну вот, я тоже не знаю, блин. Так, вот тут вот еще вижу вопрос, это можно ли восстановить функционал модема на iPhone 7, если он не работает? В некоторых случаях, если модель вжив, то да. Если случай связан с нарушением питания модельной части, то да. Если случай связан с нарушением неисправности самого моделя, то нет. Это невзаимозаменяемая вещь. Ну, что касаемо России, конечно, я растаю. И что касаемо, ну, все-таки флагманских устройств, будем говорить так. Потому что, если вы, допустим, где-то нашли там какой-нибудь XR по хорошей цене, в отличие от официальной, то можно брать смело, XR-ка надежный, как я говорю, ну, не отслужите вы его там по какому-то гарантийному случаю. Да с ним ничего не происходит. И как там, батарея будет после того. То есть, Роман, да, все-таки получается, что, если это какое-то флагманское дорогостоящее устройство 100 тысяч и более, не нужно брать вот эти истории, там, Америкос, там, еще что-то там. Нужно брать нормальный официал. Все-таки потому что, и более того, вот я там вначале рассказывал, что сейчас интересные продукты Apple предлагает как страховки, и это очень вообще важная штука. Беря устройство за 100 плюс денег, надо все-таки как-то думать еще о таких вещах. То, что до двух случаев в год Apple предоставляет там и обмены, и ремонты недорогие, вот это все за символические деньги, так скажем. Тут даже вот по простой математике получается, вот на тринажку я смотрел Apple Care Plus, 15 тысяч рублей за фиксировали, и, допустим, случай по замене, ну, вот, distraction там идет, перед завтра сбит, там, все, привет, вообще. 7 тысяч рублей доплачивать и получаете новое устройство, соответственно. Считайте, за страховой случай вам обошелся в 22 тысячи рублей. Вот, даже экран один уже окупает эту историю. Ну, это все как бы такие вещи, это вопрос к тому, что использовать ли страховки или нет. Так же, как, там, для автомобиля мы, там, помимо ОСАГО, там, каску, там, брать, не брать, вот это все вот. То есть, это все вопрос к тому же. То есть, сейчас эти вещи по стоимости уже выходят на такие уровни, что здесь, как бы, есть на чем подумать, на самом деле. Имеет место быть это. И очень круто, что Apple, как получается, стала предоставлять у нас эти возможности. Я так понимаю, что раньше не было. Я, кстати, сегодня в коменте с утра прочитал в Ютубе, что, типа, кто-то написал, что в России нет, но утвердительно на теперечной точке он сказал времени. Но на самом деле сейчас уже есть. Так, Владимир нам задал вопрос, получается, Андрей, здравствуйте, Андрей, хотел бы спросить, стоит ли переходить с iPhone XR на 12 mini? Мне так понравилось после того, как вы взяли себе такое захотелось. И как вам по батарее будет после XR? Мне лично, вот по моему трафику использования, мне по батарейке вообще нет вопроса. Я вот перешел с 12 Pro, я не заметил разницу. Честно, потому что я прихожу весь день, домой прихожу, ну, домой прихожу, там, он уже подразрядный, там, процентов 10 остается. Там уже ставлю на зарядку, пришел, поставил, ну, и там еще потом вечером какие-то дела поделал на нем. То есть, по батарейке нет проблем. Но это все такие вещи очень плавающие по пользованию индивидуальному. Зависят. Сам формат, да, конечно, он супер. Я говорю, что с XR как бы, ну, сравнивать, ну, как и с любым другим, это размер, ну, это вообще беспрецедентно просто в мире по размеру и по производительности. То есть, это у вас в кармане, блин, вообще, девайс, ну, блин, это супер. Мне очень нравится. Я вот даже сейчас не знаю, вот, мне очень хочется затестить вот это Cinematic Mode на новых телефонах, на 13 серии, 13 Pro, вот это все, вот это все, но просто, видимо, это все-таки будет, вот это будет второй, возможно, все-таки, вариант, как походный, либо что-то, ну, вообще. Допустим, вот смотрите, да, вот какая-то намечается у вас история, я не знаю, походная какая-нибудь, экстремальная, там, не до конца ясная, и что-то там в лес, речку там или еще что-то, неизвестно, вернется ли оттуда телефон живым. Берете вот этого малыша в карман, вот, чик, и вперед смело вообще. Ну, хотя, как мы сейчас видим, тут он вещи эти живут нормально, вот, держит. Опять же, вот это нельзя оценивать, как я всегда говорю, на новом устройстве и через какой-то промежуток времени. Вот, кстати говоря, не делайте так вообще. Через определенный промежуток времени все эти влагостойкости, они очень сильно меняются. Телефон подогревается там, разлагаются эти проклейки, разные истории по корпусу могут быть, нарушения герметичности, вот это все, может быть куча всяких историй. Не надо делать так с какими-то уже пользованием аппаратами, это уже будет нестабильно, это будет раз на раз мне приходится. Всем я посоветовал Apple Care Class, потому что, вот, честно, тут даже по простой математике это очень штука крутая. Вот по тренажку мы сказали, то, что сейчас то, что там нельзя поменять так просто экран, это пока еще не объективно, то есть это может поменяться и с обновлением выйти, то есть Apple, как было на 12 серий с камерой, да. Когда только вышел телефон, там вот эти все вот люди опять же поменяли камеры, там какие-то жуткие фризы, там что-то происходит, камера не работает, и вот недавно я проверял, на 14-й системе уже камера без проблем работает, взаимозаменяемая выдает сообщение о замененной камере, как ранее батарейки, экране, но работает без проблем. Здесь может быть абсолютно такая же история. Пойдут какие-то жалобы и обращения, либо что-то там, что поставили там экран там, вот, и не работает Face там, вот это, может быть там Apple как-то немножко сжалится, что называется, ну или как там, принято так внимание, не знаю. Но вообще, они вправе делать что угодно, это их продукт интеллектуальный, что угодно они могут делать вообще, это их право на самом деле, нам здесь остается только как бы с пользовательской точки зрения приемники. Ну вот, либо да, либо нет. Про страховку подумайте на самом деле, даже кто уже купил, прикиньте этого внимания, возьмите, хотя я думаю, что кто-то продает, это дело их и продавцов, предложить вам этот продукт объяснить, сказать что. Ну вот еще раз скажу, что мы вот приедут в прошлую неделю полторы клеили стеклозащитные, и с кем-то там я по возможности общался по этому поводу, и люди-то вообще не знают, этих делов вообще не ведают. Какое там Apple как, вот что вы говорите вообще? Не привыкли еще к этому. А штука там на самом деле действительно хорошая. Блин, телефоном она, не берется трубка. Как же так-то, как же так-то? Ребята, какие еще есть предположения? Что можно там настроить? Где-то это должно быть в операторских настроях. Так, сейчас я посмотрю, попытаюсь посмотреть, как отключить это на уровне оператора. Мне кажется, это связано с многоканальностью, хотя вот этот наш местный оператор... Автоответ на максимальное значение. Давай попробуем. Так, да, попробуем автоответ увеличить тайминг ожидания. Давайте вот так вот сделаем. Так, сейчас посмотрим. Должна заработать у нас какая-то штука. Так, еще раз. Зрительный контакт. А этот-то нет. Это он типа занижает звук, когда... Когда это... Так, что происходит? Да как оно звонит-то все время, а? Уже все выключено, и тут оно все равно звонит. Так, что там, что там? Давайте попробуем. Автоответ. Да как это происходит-то? Так, ожидание вызова. Давайте сделаем помолча. А, оно выключено. Ничего не понимаю. Автоответ. Может быть, да, оно сам выглядит. Так, автоответ на вызову. Так, сюда. 0 секунд сделаем. Ну, давай сделаем, получается, 4 секунды вот так вот. Там потому что, по-моему, можно... Ну да, тут не заканчивается. Можно сколько угодно делать долго. Так, вот так вот сделаем. 4 секунды, это довольно долго. Так, 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 так. Проверка. Так, вот идет вызов, теперь 4 секунды, и есть контакт. И сразу же нет контакта. Что же ты будешь делать-то? Максим, приветствую вас. Ну, сказать честно, новенький телефон может быть не совсем выгодно вам получится. Потому что мы все-таки оцениваем по бэушному рынку, по бэушному соотношению. Может быть, вам по цене понятно, что, может быть, вам горит, и хочется поменять. И это даже будет существенное изменение, потому что здесь экран будет у вас, самолет, и все. Это будет просто круто. И сам дизайн, и другой. И двенашка, он очень приятный телефон. И так же, какие-то двенашки. Ну, здесь разумно, да, на самом деле у вас переход, там, не на 13-ую серию. Потому что если просто 13-ю не про, это правильное желание и уместно. Но по цене, скорее всего, будет, наверное, не выгодно. Потому что у вас практически новое устройство. Опять же, сейчас вы продать-то, как бы за нормальный ценник адекватный тоже не очень просто. Ну, по-честному, тут как есть. Не знаю, напишите нам в магазик, если по цене сговоримся, даже сделаем. Мы недавно сделали двенашку человеку именно новую. На XR меняли, вот там был потасканный телефон, объективно его оценили, и там, как бы, да, окей, на все. И люди его уже купили, вот это, в нем, довольные, там, за недорогую стоимость. Там все довольны в этой цепочке. Вот с вашим случаем немножко, мы, как бы, тоже же понимаем эти все моменты, как бы, не хотим, там, что-то, там, вот, такие моменты, там, неприятные, чтобы было человеку, либо что-то. Я ее, по-честному, как есть, предупреждаю, что, может быть, не выделим, но спишемся. Нияс, приветствую всех, расскажите про программу независимых поставщиков и слуг для рем-центра от Apple. Стоит ли туда? А, ну да, вот это как раз-таки тот вопрос о том, что, если я правильно понял, то что Apple расширяет возможности и дает уже большему количеству людей доступ к этим обслуживаниям, запчастям, в плане того, что сервисов развивает больше. Но там нужно понимать один такой момент, что, если вы эту программу выбираете и не обязываетесь, вы уже не можете быть на... Вы только используйте официальные, официальные все возможности. Вы уже не можете, как бы, там, сторонне, там, что-то сделать, не по регламенту. И если вы так будете делать, то вы довольно сильно быстро потеряете эту авторизацию, и это будут потраченные деньги и довольно существенные в пустую. Поэтому здесь такое, либо вы на светлой стороне, либо вы на темной стороне. Ну, так, если утрегавно говорить. Поэтому это такое себе, там, очень нужно изучать, если вы про это думаете. И, в принципе, если вы в какой-то такой неконкурентной среде, да, хотите это сделать, это будет, может быть, востребовано. Но, опять же, рынок это будет диктовать вообще востребованность этой услуги. Все продиктует рынок. Так, вопрос у нас... Ну да, тут вопросы все идут такие, как бы, в принципе, то, что мы уже в основном все обсудили, это и про тримяшку, про экран, и про вот это все. Мне было, да, интересно, вот я ждал, что будет в 13-м телефоне, и что Apple там снова придумает, замену какого элемента. Но вот про Face это, конечно, неожиданно. Но еще раз говорю, я думаю, что это всего лишь из-за пропажи вот этой, то, что когда экран переставляется, без перезаписи, даже просто то, что возможно перезаписать, это вот так и происходит. То есть тут нужно объективно дождаться от китайских людей, когда они смогут переписать экранку с экрана на экран перенести, она переписывается. Есть, видимо, там какие-то непереносимые какие-то аплеты закрытой области, но хотя бы минимально то, что возможно переписать, перезаписываемую область, и после этого уже можно будет объективно сказать, что происходит. Так, 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 да, Глеб пишет, привет, смотрю вас очень давно, стоит ли сейчас менять 11 Pro на 13 Pro? Просто я думаю, что 11 Pro походит. Ну да, Pro, ну, как бы такой, если просто 11, то это да, существенно, если у вас Pro, то как бы все так задать зависит. Ну вот если, допустим, хочется прям вот этот строгий дизайн, он, конечно, крутой, ну плюс вот эти, если есть необходимость в камерах, то да, если нет таких необходимостей, то, конечно же, один Pro еще походит, довольно долго походит. Ну и да, разница реально, что можно вот с айпад айр купить, и как бы охотку сбить, там, выигры поиграть, чем-то такое поделать. Хорошая девасть, на самом деле, проверочка. Так, ну я думаю, что тут что мы обсудили все? Попробовали, посмотрели, тренажку, обсудили всякие темы, берите AppleCare, кто еще не взял, эта штука себя купит, если из вас происходит история. Я думаю, что можно потихонечку, наверное, закругляться, это количество, да, уменьшилось количество зрителей, соответственно, можно закругляться. Да, да, думаю, что было интересно, давайте то напишу там потом в комментах под этим делом закреплю там какие-нибудь интересные информации, ссылки оставлю на эту, на программу AppleCare, чтобы можно было перейти, потому что я так просто вот нельзя там зайти на сайт, найти там как-то там вот это, как-то все не очевидно там, как это часто бывает. Ну и вообще, ставьте лайки, подписывайтесь, спасибо вам всем, кто были, кто смотрели, кто вопросы задавал. Так, да, как говорится, собственно, думаю, что на этом все. Всем привет и все.